Радио 54 Не мог забраться То есть то, что мы начали терять Вот это взаимодействие, связь, дружбу Взаимовыручка Взаимовыручка и желание дойти до финиша И чувствовать себя в команде, наверное, да? Конечно, конечно Потому что 189 человек в первый день Плюс 27 ребятишек из села Боровое Со своими педагогами вышли на лыжню Для того, чтобы проверить себя Проверить в этой зимней атмосфере В этой зимней мокрой, дождливой погоде Которая получилась у нас на 28 февраля А параллельно с лыжниками шел агитотряд Который приехал в школу Яркова В школу Боровое В школу Новопичугов В школу Верхармень К сожалению, из-за того, что не встал лед Нас не пустило МЧС по льду традиционному Нашему маршруту Нет, не на переправу Мы всегда ходили по льду В сопровождении МЧС Там идти легче Хитрость такая Там снега меньше Но это же испокон веков было Чем идти по лесу? По лесу мокро Там налипает снег на лыжи Труднее, овражки Вот Первый раз за 25 лет Мы пошли по лесу А не по льду Обского моря И поэтому мы не смогли начать поход Традиционно с села Ленинская Благодарим Ленинскую школу за все годы Которая она нам помогала Мы пошли здесь Агитотряд вместе с нашими московскими ребятами И с нашими поисковиками Рассказывал о солдатах Великой Отечественной войны Это была параллельная программа Вот об этом рассказе О подвиге чуть подробнее немножко позже Точка старта Село Ярково Какое расстояние было пройдено? Мы прошли за два дня 44 километра Песни-то пели в пути? Я думаю, что они не только песни пели Я думала, что они разговаривали и песни пели И делали все, что нужно делать в походе А конечная точка, получается, где была? Конечная точка была в селе Верх-Ирмень У памятника, установленного моряками Сибирского кадетского корпуса На месте последнего сражения Войск Ермака Тимофеевича С остатками войск хана Кучума Наша традиционная точка Да, 44 километра Ничего себе! Вот это нагрузочка Привалы, режим Как это все выглядело внутри Есть у вас данные? Замечательно 30 минут дороги, 10 минут перерыва 30 минут дороги, 10 минут перерыва Это то, что сегодня по силам нашим ребятам И еще очень важно Действительно, рядом с нашими ребятами Шли очень мудрые взрослые Которые обеспечивали их безопасность Которые помогали им в дороге И вот это была единая такая команда Ну, душой, сердцем Все были на этой лыжне И все победили Но ребята-то все были подготовлены Или были и те, которые на лыжах Ну, породней А вы видели хорошее занятие Лыжни, по лыжне В школах города Новосибирска? Вы знаете, давно уже нет, если честно Вот, к большому сожалению Сегодня наши ребятишки Очень мало ходят на лыжах Мы теряем вот эти традиции нашей Сибири Те традиции лыжников И то, что наши ребята Специально тренировались Ну, две-три недели То, что они учились стоять на лыжах Я говорю слово Хотя бы элементарная начальная подготовка Учились, да, не боясь Потому что, ну, мы все с вами понимаем Как это происходит И дошли, дотерпели Значит, наши ребята могут Надо только им помочь это делать Сейчас, по-моему, даже уже не говорят Вот эта вот фраза-то Помните, сибиряк значит лыжник Уже давно забыл Теперь мы ее можем смело сказать Сибиряк значит лыжник Сто девяносто восемь человек Ой, сто восемьдесят девять человек Да-да-да-да-да Я с радостью перепутал В следующем году будет сто девяносто восемь Да и в этом году Да и в этом году было бы Если бы вот не та ситуация Которая сейчас в Сибири В Новосибирске С ОРВИ и гриппом Мы же не можем, ребят Допустить, которые переболели Конечно, да Зачем рисковать лишний раз? К двадцать пятой юбилейной акции Как подошли? С какими изменениями? Вот если открутить пленочку Немножко назад Вспомнить, как это было сначала Первые, может быть, робкие шаги И что сейчас в юбилейной истории Стало по-другому? Первый самый поход Был от Абгеса до Верхъ Армении Это шел класс морской пехоты Специализированный класс Сибирского кадетского корпуса Под руководством Виктора Степана Чицоя Впервые делали тогда Без рации Их не было Без большой массы телефонов Сотовой, которые сегодня Без сопровождения МЧС Это была огромная тревога Когда они вышли на Абгесе Потом мы их ждали в Боровом А потом они вышли с Борового Мы их ждали в Новопичугово То есть, конечно, это было Совершенно другое время Совершенно другое волнение Совершенно другая подготовка Сегодня это Более 50 взрослых на лыжне Сегодня это сопровождение Машинами МЧС Сегодня это сопровождение Снегоходами Сегодня это обеспечение Врачами скорой помощи На лыжне, которые идут Вместе с ребятами Сегодня это сопровождение Педиатрами в машине Сопровождение То есть, конечно, совсем другое А вот это вот все Оно не убивает дух авантюризма? Вы знаете, нет Сегодня у ребят Так мало возможности Реализовать себя В настоящем деле Победить самая себя Не в компьютерной игре Доказать себе, что ты можешь Что вот это все Наверное, больше всего мешает нам Организаторам Мы понимаем Потому что мы два месяца Готовим бумаги Разрешения Письма Но ребятишки Этого не чувствуют Мы делаем все Чтоб они были героями И они действительно Настоящие герои Это здорово А можно о героях Поподробнее Вот вы слышали От участников этой акции Конкретные какие-то уже Высказывания Мысли, переживания Связанные с тем Что человек прошел Вот эти 44 километра И потом озвучил Свои эмоции Что они говорили Они же, наверное, не просто прошли Вот этот вот лыжный путь Они что-то почитали из истории Узнали вообще о чем речь Что это за 29-я Новосибирская отдельная лыжная А мы обязательно к этому Да, перейдем сегодня Вы знаете Я, может быть, и слышала бы Но я в это время бегала То к кухне То к машинам Но самое главное Было именно у памятника Вот к которому в Пичугах Подошли наши ребята Стоят все замученные Отпыхиваются А там еще надо Три километра Идти до школы Чтобы получить чаек И бутербродик И стоит такая вот Некрасова И говорит Про себя думает Слава тебе, Господи Сейчас все сядут И поедут на автобус И говорит Ребята, милые Поднимите, пожалуйста Палки Кто сейчас пойдет Последний этап Маршрута Пешком до школы Паразиты Все пошли пешком до школы Палочки встали у всех И все пошли Вот это, наверное, было Как раз той эмоцией О которой вы говорите То, что им нужно И потом, конечно, были Слова благодарности ребят Слова понимания Что они сделали Но вот этот единый порыв Палок вверх Я представляю просто эту картину Представляешь Как это выглядело со стороны А с вами лично, Наталья Изотовна Что за это время произошло? Вполне возможно Вы сделали для себя Какое-то открытие Связанное с людьми С тем, как меняются наши дети Как меняются поколения Как все стало по-другому Может, пересмотрели там Сейчас модный взгляд О том, что поколения Это у нас потеряны И прочее Да, да, да Знаете, когда смотришь на море Иногда на нем появляется Такая пенка грязная Даже на Абской? Даже на Абской И все, кто мало общается С молодыми ребятами Им кажется, что все наши Молодые ребята Это вот эта грязная пенка На море На самом деле Они настоящие Они не поменялись Они просто растут В другое время Но они Такие же честные Такие же чистые Такие же сильные А когда рядом с ними Стоят наши же Выросшие кадеты Наши же выросшие Поисковики Поисковые командиры Которые начинали Этот поход Детьми А сегодня Выводят в лес На подъем солдатиков Таких же Маленьких ребятишек То ребята Идут за ними Это пример Это достоинство Это честь И на самом деле Какой бы он ни был Он встал на эти лыжи И я в этой команде Не увидела плохих Каждый из них был ценен Первое Областное радио